Потерять ребенка – это очень страшно. И живем с этой болью. Никто не признает вины. Почти три месяца судебных разбирательств и, наконец, вердикт. В деле о смерти сотрудника ЧОП «Дельта» Родиона Николаева поставили точку. Но прежде чем перейти к решению суда, вспомним, что произошло. 20-летний Родион Николаев устроился в ЧОП летом 2022 года. По версии следствия, в августе он поучаствовал в боях без правил с тремя опытными сотрудниками. Обязательном экзамене для всех новичков. После этого ему стало плохо. Он впал в кому и спустя 15 дней умер. Чуть позже задержали четырех подозреваемых – бойцов, участвовавших в спарринге, и их руководителя. Всех четверых обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть. В середине февраля суд присяжных оправдал их. Однако Олегу Громыко, одному из руководителей ЧОПа, выдвинули дополнительные обвинения. Назначен Громыко наказанием. По части 2 статьи 309 Уголовного кодекса в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. По комнате УГ, части 2 статьи 117 Уголовного кодекса в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. Истязание, угроза убийством и принуждение к даче ложных показаний. По этим статьям Олега Громыко признали виновным. Все они не касаются дела о смерти Родиона. По версии следствия, обвиняемый в мае 2022-го избил и ранил ножом другого своего подчиненного. Я не считаю себя виновным ни в чем. Как не считал, так и не считаю. То, что нож там предъявили, то это и да, я виноват. Это было по моей неосторожности. Может, это же по убийству. Но во всем остальном, по побои, все остальное, это все ушло. Это несчастный случай. То, что с парнем произошло, это конечно трагедия. Полтора года, который Громыко провел в СИЗО, пойдет в зачет назначенного тюремного срока. Приговор еще не вступил в законную силу. По вердикту присяжных, виновных как будто бы и нет. Хотя они сами признавали, что они его избивали. Наносили удары. Очередной удар просто для нас. Потому что такая несправедливость. Я не знаю. Народ, я имею в виду, судя присяжных, совесть потеряли совсем или как. Будем подавать апелляцию в Верховный суд, конечно. За недоказанностью их оправдали. Получается то, что якобы какие-то третьи лица его избили, от чего он в итоге умер. Хотя самые подсудимые в ходе судебного свидания не раз говорили о том, что да, они наносили удары по голове. Вследствие чего метальный исход получился. Дарья Белева, Сарюна Нанзатова, телекомпания АТВ.